Всем привет! Сегодня я решил сделать видео по просьбам по коридоросам. Ну для начала я вам по анциструсам кое-что добавлю. Я в прошлом видео забыл сказать, значит с началом кормления я всегда кидаю корягу. Ну кто что говорит, кто говорит что коряга не нужна, ну делайте как хотите, я вот делаю так всегда. Значит анциструс вот растет, сколько ему тут дней пять уже наверное, вот такое количество артемии я всегда даю, то есть она должна, он плавает в ней, она постоянно должна быть. Это я утром дал, вот к вечеру он ее, она сядет, он ее постепенно ест, в общем ест и потом на ночь столько даю, то есть он ест постоянно. По коряге тут смотрите сами, я советую, а там как хотите. Тут у меня неон вот этот старый, сегодня буду садить его шестнадцатый раз, 16 нереста, вот прошлый нерест вообще довольно хороший был, много личинки и все, то есть вот нерестится, я сам не ожидал, но здесь нужно учесть, что здесь он у меня сидит на температуре 20 градусов. Тут значит растет следующий неон, теперь по коридоросам. Сразу скажу, что коридоросов я разводил вот ну крапчатых, золотистых и панду, но на тот момент не было вот этих всяких Венесуэла там, не было. Панда тогда только появилась там лет 20 назад, я пандой занялся. Но я не собираюсь разводить их, это я покупал так, чтобы просто они доедали тут за другими рыбами. Ну не знаю, возможно там если будут свободные банки, может быть и посажу, у меня тут всего пару самцов, остальные самки. Ну для начала как отличить самца от самки у коридоросов? Значит с крапчатым сомиком тут все намного проще. Самцы у крапчатого сомика они мельче размером, у них спинной плавник заостренный, более высокий, чем у самок, у самки закругленный. Самки полнее, крупнее, есть крапчатые сомики вуалевые. У этих ну немного сложнее понять, особенно когда они молодые, когда взрослые, там видно, что самка она полная, самец более стройный. А когда молодые, ну сложновато понять, поэтому я когда отбирал производителей, всегда высаживал их, ну допустим там ведро или тазик и смотрел сверху, сверху видно хорошо. У сомов, где самец самка, самцы они такие стройнее, самки полнее, то есть там явные отличия. По золотистым сомикам и по пандам здесь тоже нужно смотреть сверху, так можно ошибиться. То есть всегда я смотрел сверху. Значит крапчатого сомика я разводил в отдельных нерестовиках, ну не парно, а на одну самку двух самцов. Если не хватало уже там самцов, то одного самца тогда. Но лучше двух, тогда будет больше оплодотворенной икры. Одного самца маловато. То же самое соотношение и по другим самам, то есть по панде и по золотистому. Крапчатых я садил отдельно в нерестовики. Нерестовики значит были размером, ну я точные размеры даже не помню, мне надо ехать туда мерить, ну где-то приблизительно 40 на 30 и высотой наверное 20-25 вот так вот. Ну литров 15-20 нерестовик. Крапчатому сомику достаточно. В каждый нерестовик я ставил маленький аэрлифт, типа таких как у меня, только поменьше. Поменьше мочалка. Тоже из той же трубы я делал аэрлифты. Перед нерестом самцы-самки содержатся отдельно пару недель. Разнообразно кормятся. Ну я в основном кормил мотылям. Мотылям не лиманским. Я лиманским мотылям вообще не пользуюсь. Сразу скажу, никогда не пользовался. Ну это так, только там можно карасеем кормить. Не тот корм. Я пользовался всегда речным мотылям. Крупным вот этим рыбацким. Ну у нас тут мотыля добывают много и помимо рыбацкого есть еще тоже речной мотыль. Мелкий он. Такой я покупал, но именно речной. Трубочником. Тоже трубочник у нас, ну сейчас дорогой. А раньше он был там порядка двух долларов за килограмм. То есть я его брал там десятками килограмм. Это было недорого. Я кормил трубочником. Кормил и малька другого трубочником. Вот. Было недорого. Значит две недели содержится раздельно. А потом садил нерестовик. В нерестовике вода свежая. Прямо из-под крана отстоянная вода. Ну там сутки отстоянные. Просто свежая вода. Если помешать пополам с осмосом, это будет еще более стимуляция. Лучше будет если с осмосом. Ну крапчатый и так нерестится на свежей воде. Температуру воды значит нужно немножко понизить. Он нерестится на холодную воду. Температура воды для разведения ну вот 18 и до 26. Там в принципе без разницы. Икру ложат на стенки. Могут и на дно положить по стенам. В основном на переднюю стенку. Так как передняя стенка у меня всегда она была освещена. Ну то есть попадал свет на нее. И они ложат икру на более светлые участки. Ну это в принципе не важно. Ложат в общем на стены. В нерестовике всегда присутствовал трубочник. Постоянно трубочник лежал в нерестовике. Некоторые я знаю нерестят как-то на омлете. Делают омлет из яйца и на омлете. Ну я даже не знаю. Я никогда не пользовался омлетом. Не пробовал. Не могу сказать как это делается. Трубочник он не пропадает. В нерестовике лежит. Дело в том, что они могут положить и на следующий день. А могут через день. Могут через два дня. Поэтому трубочник он лежит. Не пропадает. Живой. Постоянно. Не едят его. Вот так. Трубочник удобно. Значит положили икру. Производители убираем. В воду синьку. Так как для анциструсов я показывал. Все. Ждем пока лупится икра. Время вылупления приблизительно такое как и анциструсов. Тоже там 5-6-7 дней. Все зависит от температуры. Да. По поводу синьки вот на икру. То есть с колярией. Там коридоросом. Ациструсом. Кто-то говорит, что не льет синьку. Но это такое дело. Я привык вот так. Привык синькой пользоваться. То же самое и с корягами. Вот кто-то не делает. Я делаю. Я не говорю, что это правильно там или неправильно не делать этого. Просто я так делаю. Дальше лежит личинка. Тоже приблизительно столько же. Потом плывет малек. Ест артемию сразу. Малек растет быстро. Довольно быстро. То есть там я не знаю полтора месяца он уже на продажу шел. Неделю артемии. Потом резаным трубочником я кормил. Он в принципе ест все. Тот же аллер будет есть. Ну в общем по крапчатому как-то все просто. Ничего там сложного нет. Про золотистым. Золотистых я нерестил в общей массе. То есть изначально все точно так же как с крапчатым. Содержится отдельно. Пару недель. Кормятся разнообразно. И потом садятся все в один нерестовик большой. Ну допустим там на 40-50 самок садится в полтора-два раза больше самцов. И все это дело садится ну там нерестовик литров 100-150. Нерестовик я ставил помпу. Помпу, мочалку. Делал течение. И на течение ставил, клеил на стенки, на присосках искусственный субстрат. Субстрат делался из либо из капроновой нитки, либо нитка есть вязальная такая. Торты перевязывают в магазинах. Ну такая упаковочная. Она какая-то полиэтиленовая что ли пластиковая. Не знаю пластмассовая какая-то. Вот я тут картинки нашел. Показать я не могу. Нашел картинки в интернете как это делается. Вот пластмассовую вот эту нитку еще вдобавок можно расчесать щеткой по металлу. Она тогда более пышная будет. Вешается это дело на стенку напротив течения. И они тогда кладут и на стены и в эту елку кладут. В общем вот так. То же самое золотистому сомику. Та же температура. Вода такая же. Тоже можно осмос. Будет более эффективно. В принципе все то же самое. Дальнейшие действия все те же самые. Синька, кормление, артемия. Все то же самое. Панду. Панда у нас появилась наверное лет 20 назад. Мне тогда они понравились. Такой необычный сомик. Довольно красивый. Хорошо продается. Но у панды единственная проблема. Он мало мечет. Если допустим крапчатый сомик 300 и больше может икры дать. Золотистый то же самое. А панда дает мало икры. 15-20 там 30 максимум икринок. Панду изначально я начинал нерестить в маленьких нерестовиках. Принцип такой же как с крапчатым. Только нерестовики вот как я для неона использую. Маленькие там два с половиной три литра воды. Ну именно как раз в этих нерестовиках в неоновых. Там никаких ни эрлифтов ничего. Ни воздуха ничего не делал. Ну и ложили они икру тоже на стенки, на дно. Все то же самое. В принципе как с другими сомами. Мало икры. Мало икры. И мне не понравилось такой способ. Потому что нерестовики ну скажем так неделю просто заняты. Заняты икрой. Срезать икру нельзя. Некоторые срезают конечно. Ну при срезании икры она может повредиться. Поэтому я ждал пока вылупится личинка. Только потом сливал их в один аквариум. То есть нерестовик у меня неделю занят этой икрой. Но я ушел от такого способа. И начал их нерестить так же как золотистых. То есть массово. То же самое. Вот эти вот елки, нитки вот эти вот капроновые. Помпа. Большой аквариум. Ну вот так. Поначалу я панди делал. Ну на тот момент я когда разводил. Я делал воду помягче. Вот 4 до 6 градусов жесткости. Дальше я просто ну не нерестил. Я не знаю. Возможно сейчас они нерестятся и в жесткой воде. Ну в общем я делал вот так. По поводу кормления. Все то же самое. Артемия. Дальше трубочник. Либо там сухие корма. Ест все подряд. Ничего сложного. С этими сомами никаких сложностей. Ничего. Разводить массово допустим. Ну тех же крапчатых и золотистых. Чтобы получить тысячу малька. Там достаточно 5 пар. Буквально 5-7 пар. Чтобы разводить панду в таких количествах. Ну я не знаю. Надо пар 50. Чтобы получить тысячу малька. Ну то есть панда. Да. Он сомик интересный. Хороший. Продается. Но мало мечет. Что еще по поводу самого. По поводу лекарств. Всем коридоросам лекарства. Я рекомендую использовать половинные дозы. То есть тот же малахитовый зеленый. Половинную дозу. Потому что тяжело им. Если полную дозу давать. Сульфат меди им. Вообще нельзя использовать сама. По поводу транспортировки. В прошлом видео там задавали вопрос. Как рыбу качать. Значит коридоросов и лабиринтовых. То есть там петушков, гурами, лялиусов. Я всегда качал кислород с воздухом пополам. То есть половина воздуха, половина кислорода. Потому как у, ну если вы знаете, у лабиринтовых у них дыхание через лабиринтовый аппарат происходит. И кислородом он немножко там подпаливается. Если в чистом кислороде их транспортировать. У коридоросов дыхание кишечное. То есть если вы замечали, он постоянно подплывает к поверхности. Заглатывает воздух. У него кишечное дыхание. Поэтому он после кислорода тоже подпаливает себе кишечник. И тогда не питается. Ну в общем может сдохнуть. А всю остальную рыбу я допустим качал кислородом. Ну полностью кислородом. То есть вот я не он и отправляю. Полностью кислород качаю. Один к одному я всегда делал. Один к одному. Кто-то делает два к одному. То есть одну часть воды и две части кислорода. Кто-то, кто как. Так я делаю один к одному всегда. Всегда рыба доезжала. Ничего страшного. Так же и дискуссов я отправлял. И больших, и маленьких. Все доезжает. Что еще? Вроде бы по коридоросам все. Рыба простая. Я ее начинал еще там. Одну из первых нерестить. Она нерестится довольно просто. Ничего сложного. Малек в подъеме. Тоже все легко. Если даже нет артемии, он на яйце поднимется. То есть рыбка простая. Да, есть у меня тут в планах делать стримы. Так, мне кажется, так будет проще. И вам рассказывать. Ну, то есть делать прямые эфиры. Там, скажем, раз в неделю. В определенный день. Выходить в прямой эфир и отвечать там на вопросы. Я думаю, так проще будет, чем как-то там объяснять, на пальцах показывать. Ну, в общем. Ну, мне еще надо разобраться с этими стримами. Как оно это все делается. Я просто еще не в курсе. Надо эту тему изучить. Ну, вроде бы по коридорам сам все. Другие виды, я же говорю, я не разводил. На тот момент их просто не было у нас. Да и сейчас я особо коридорам сам не планирую заниматься. Не те объемы у меня. Так, вроде бы по этим видам ничего сложного тут. Вроде таких особых нюансов никаких и нету. Рассказал все, что знал. Может, чего забыл, конечно. Дополню либо в следующем видео, либо дополню в сообществе. Там что-то добавлю. Ну, в общем, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok